Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Новую детскую площадку открыли в Благовещенске. В селе Мирный местные жители отремонтировали пешеходный мост. И в Кушнаренково определили лучшие школьные команды по баскетболу. В северном микрорайоне Благовещенска состоялось открытие новой детской площадки. Поздравить местных жителей приехали заместитель главы администрации Ильшат Давлетянов и депутат Государственного собрания Курулта Вячеслав Рябов, который является инициатором строительства объекта. После торжественной части началась игровая театрализованная программа. Активисты Ассоциации волонтеров поиграли и потанцевали с детьми, а также провели информационные конкурсы о создании микрорайона Северный. Победители получили подарки, а юные участники – раскраски. В Крымоскалинском районе отметят День народного единства. В рамках праздника состоится ряд мероприятий. 1 ноября в Сугчишминской и районной библиотеках пройдет большой этнографический диктант. Он начнется в 11.00. Творческий вечер «Талантливая молодежь» состоится 3 ноября в 7 часов вечера в Малом зале районного дворца культуры. На следующий день с 10 утра на улице Кирова развернется сельскохозяйственная ярмарка, а в 11 на площади имени Ленина состоится праздничный концерт. Завершающим мероприятием, приуроченным ко Дню народного единства, станет интеллектуальная игра «Полит просвет». Она пройдет 5 ноября в Центре культурного развития и досуга по адресу улицы Султан-Галиева, 14 дробь 1. Начало игры в 16.00. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Алкино скоро начнет свою работу. Его установили еще 11 октября. Сейчас ведутся работы по проведению водоснабжения и канализации. Прием пациента ФАП должен начать в конце ноября. В Чешмах пройдет акция «Ночь в музее». Мероприятие состоится в местной детской школе искусств. Гостей ожидает мастер-класс «Башкирский танец» и лекция «Концерт по творчеству поэтам Устая Карима». Также пройдет лекция «Творчество Рембрандта», посвященная 350-летию со дня рождения художника. Акция «Ночь в музее» пройдет 3 ноября. При себе необходимо иметь сменку или бахилы. Начало 18.30, вход свободный. Есть в селе мирная достопримечательность – пешеходный мостик через реку Бизерган. Он ведет в красивейший лиственный лес, в котором любят отдыхать местные жители. Мост соорудили еще в советские годы и долгое время он числился в списке самых красивых мест Благоварского района. Со временем мост обветшал, прогнили доски. В 2016 году его передали в казну сельского поселения и на сходе граждан решили его отремонтировать. В этом году администрация сельсовета закупила необходимый материал и группа местных энтузиастов сделала ремонт. Теперь жители планируют весной благоустроить место и покрасить перилы моста. В Кушнаренково определили лучшие школьные команды по баскетболу. Муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» на днях прошел на базе детско-юношеской спортивной школы. В турнире приняли участие более сотни ребят. Команды соревновались в двух группах – школы сельских поселений и общеобразовательные учреждения районного центра. В результате тяжелой и упорной борьбы среди юношей в первой группе победили ребята из села Крача-Елга. Во второй группе золото завоевала команда первой школы. У девушек среди школ сельских поселений первое место заняли баскетболистки из Старокурмашева. Среди школ села Кушнаренково уверенную победу одержала команда гимназии. Теперь честь района на зональных соревнованиях будут защищать команды второй группы – юноши первой школы и девушки гимназии села Кушнаренково. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания.